Под завалами уже нашли одного выжившего человека. Он провел под обломками 67 часов. Сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Подробности у наших корреспондентов. Уже не осталось надежд, но вдруг в 6.40 специальный детектор указал на признаки жизни под завалами. 21-летнего Тян Цзэмина обнаружили в крайне узком пространстве между упавшей балкой и стеной. Операция по спасению прошла с ювелирной точностью. Пожарные аккуратно кладут юношу на носилки. Сотрудники МЧС его осматривают. Уже через 10 минут Тян Цзэмина принимает центральная больница Уан Мин. В отделении рентгенологии оценивают состояние молодого человека. Согласно рентгеновским снимкам, у этого мужчины перелом левого локтя. А в целом он в порядке. Тян Цзэмина перевели в амбулаторное отделение для дополнительного обследования. Дальше сразу в отделение хирургии. После четырёхчасовой операции главный врач рассказал о состоянии пациента. Он сейчас крайне слаб и обезвожен. У него сложный перелом с раздроблением, повреждены мягкие ткани. В некоторых местах началось омертвение кожи. Сейчас оставшийся в живых Тян Цзэмин проходит лечение в стационарном отделении. Сейчас он восстанавливается. Я даже перебросился парой слов с ним. Он назвал меня по имени. Я спросил, как он. Он ответил, что в порядке и скоро выздоровеет. Врачи поддерживают оптимизм юноши, ведь это главный путь к выздоровлению. Олеся Корзун, CCTV.